что-то звук пропал как его игнатия игнатий тихонович очень приятно с вами познакомиться но мы сразу предупредим что все записывается выставляется в интернет вы уже в курсе не против вашей технологии но она не только вас касается вообще всех касается у вас уже споры по поводу этому кому то не нравится кому то это не нравится ну знаете как я с одной стороны могу понять когда через чат вы общаетесь там люди могут не знать предварительно наверно надо сообщать это на моем мониторе происходит они туда вышли это на моем мониторе происходит я записываю свой монитор они вышли туда они знали куда попадают очень зачем кто и кто хочет снимает они выходят в открытое все в пространство кому хочешь попадает это чё навязывать ты будешь то есть это ты уж свое навязываешь а ты у меня у меня на мониторе это моё что у него это его пожалуйста я же его не порчу пожалуйста он может не брать это видео не использует не записывать а я записываю то есть это каждое право с у каждого человека у нас лада тоже чтобы знали все записывается выставляется в интернет я теперь я уже знаю поэтому вы не против я слышу что не против это хорошо приятно слышать уже записываем да конечно самого начала ну я вообще по какому какой теме хотел не будем как говорится слишком долго углубляться или там перепрыгнуть с темы на как мы тут раз делали у меня тема такая я хотел поговорить ему когда значит его послал своих учеников чтобы они узнали у иисуса тот ли он до того как бы они ожидали будучи в темнице да то есть возникает вопрос значит сам иоанн его хрестил как бы да объявил принародно вот он тот который агнец да как там дословно слова его если вы помните там наберите да во время крещения вот этот он говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира первая глава двадцать девятый стих первая глава ивана да да двадцать девятый стих вот значит он здесь как бы объявляет на весь мир да прилюдно это тот якобы которого все и ожидали иудеи евреи и вдруг вдруг значит будучи в темнице у него какие-то возникли сомнения по поводу него и он значит вот у по-моему только у матвея и у луки об этом написано значит здесь он призывает призывает а один матвея одиннадцатая да глава вот иван уже уже услышав темница о делах христовых послал двоих из учеников своих сказать ему ты ли тот который должен прийти или ожидать нам другого ну и так же у луки в чем вопрос вопрос по возникает вопрос по крайней мере лично у меня как могло быть так что величайший из пророков иван признав иисуса как ну как он формулировал агнца да который пришел ну как бы подтвердил его пророчество подтвердил его величайшись так сказать да и друг он там голод на него как бы спустился как знамение было перед целью видно было были видели через знамение вдруг потом вот как-то уже такие сомнения у него возникли у ивана величайшего тоже из пророков он засомневался он висуса ты ли тот которого я объявил как вот так получается это что-то мы засомневались тебе и ученики бегали там от него к нему и спрашивали вот вопрос как могу это произойти что иван величайший из пророков вдруг засомневался в иисусе тот ли он на самом деле которого и как бы ожидали ты ли тот кто ты вообще и вообще вот этот вот посыл как бы иисуса всегда был ты ли тот как все в нем сомневались ну суть в том что иван его обозначил как бы да а потом как-то засомневался в нем стал задавать вопросы в нем вот вопрос мой Игнат Тихонович ответьте пожалуйста вопрос известно мы можем поставить такой вопрос это все пишет иоанн богослов не иоанн креститель он мог знать тут же на поверхности все что такие вопросы как уважаемого гостя вот и такие же будут вопросы недоумение а зачем тогда это написали когда на спасение это не влияет значит они в этом не видели ничего того что видят люди сегодня что он засомневался и прочее у него были ученики которым нужно было это свидетельство что это делается мною а это будет делаться только тем который действительно будет послан от бога и он это сказал скажите ему мертвое прозревает нищие благовествует вот и весь ответ это необходимо было для учеников иоанна крестителя а не самому иоанну это первый вопрос второе когда к иоанну крестителю приходят и спрашивают ты пророк он говорит нет хотя он пророк это явно что он пророчествовал так пророк или нет нет в оригинале стоит вот ну я примерно скажу вот в немецком языке допустим вот этот мальчик а просто мальчик какой-то айнкнабе определенная форма артиклей и неопределенная в данном случае включая речи в греческом языке стойки показаны с большой буквы ну как бы артикль тот ли пророк о котором говорил моисей 18-15 второзаконие придет как меня слушайте нет он говорит я не тот пророк вот смысл в чем хотя он был пророк а люди не знаю этого говорят он отрекся быть пророком нет там стоит артикль артикль указывающий конкретно на единственного человека который может сказать это обо мне идет речь второзаконие 18-15 вот весь ответ так да хорошо вы говорите это не тот Иоанн но у Луки тоже это этот момент аффиксирует я здесь отвечу это неважно это имеется ввиду Иоанн и Лука Матфей они же это писали для чего-то они же знали для чего они это пишут то есть они могли это не писать же правильно они это написали то есть для них этот вопрос не стоял противоречия и они все об этом написали то есть что это касалось учеников то есть ученики были у Иоанна которые сомневались в этом он послал их и чтобы непосредственно непосредственно во-первых с Иисусом пообщаться лично и получить от него ответ Ну, это все, да? Ответ такой. Ну, я скажу, вот у меня вышли книги, и там многое, когда касается конкретно сказать о себе. А мои недруги берут из моих роликов, а их ни один, ни два, 21 тысячи пятьсот, они выбирают, нарезают и против меня ставят. Я говорю, что если это я ставлю, в моей книге написано. То есть я видел, что это не против меня, а они не понимают этого. Это надо молиться, чтобы Господь расширил кругозор. Если я не написал бы, ни один бы не знал. Я бы не написал богослов, никто бы и вопросы не ставил. А они, освященные благодатью Духа Святого, провидели это. И не надо было писать. Я разговаривал с мусульманами. Да знаете, одна порнография там у вас в Библии. А где вы увидели? Ну, вот лот с за щарями был. Можно было не писать это, никто бы не знал. Но Дух Святой написал. Дальше, 50-й псалом, самый популярный. Давид согрешил. Понравилась женщина, на крышу гулял, увидел. У самого, сколько, ни одна жена была. А эту увидел, что она, другая, что ли? Привели. Никто бы не знал. Но, однако, это было написано. И пророк Напан обличил его. Мы должны понимать, что в божественном плане события эти имеют совершенно другое назначение. А не по-нашему. Ты подлец, ты согрешил, жену отнял, хозяину убил. Это да, так. Он молился и плакал. Но через это миллионы людей получили спасение. Помилуй меня, Боже, самая популярная песня за 30-щи лет. Вот надо мыслить категориями священного писания и мыслью Духа Святого. Ну, Игнатий, как по отчеству, извиняюсь. Тихонович. Тихонович. А, Игнатий Тихонович. Ну, я понимаю, это правильно. Я в какой-то степени согласен с вашей полировкой. Но у меня конкретно, вот я не буду сейчас, как говорится, входить в сторону на другие темы. Но вот именно вопрос, вот эта вот тема, она у меня лично вызывает вопрос. Как мог Иоанн, крестив Иисуса, объявив Его прилюдно, при всех, то есть утвердил Его, поддержал Его, колокс на Него снизошел. Все, и потом, и даже если ученики там хорошо, не Иоанн засомневался. Хотя у Луки, по-моему, сам Иоанн его послал спросить, сам Иоанн. Не то, что там ученики, или у Матвея сейчас, я не помню. Но факт, что даже это, вот это не важно. Суть в том, что Иоанн мог бы им объяснить сразу, сказать, что он ест, чтобы не посылать там к нему лично. А что-то, как они Его ученики, и Он бы им объяснил. Но Он все-таки послал. Значит, Его тоже это заинтересовало. То есть смысл, как Он мог, пророк объявил о Нем, и вдруг Он опять задает вопрос через какое-то время, что произошло. Я Вам на это отвечаю, отвечаю, что не для себя. Вот мы дорогой едем, около дороги голосуют, видно, что священнослужитель. Я примерами просто беру. Дорогой едем, Он заговорил. И оказывается, они рукоположили, священники православные, на настоящий момент, сегодня, они уже лет пять назад поставили царя, императора в России. Так что Путин здесь уже вне власти вроде бы. А теперь ко мне приходят, так вы встречались с тем, а этот император приехал в Барнаул, я в Барнауле. Назначает встречу со мною. Теперь меня спрашивает он, настоящий император-то или поддельный? Я говорю, идите и спросите, чем он подтвердит. А он ничем не может подтвердить-то. Если я буду говорить, скажи, ты поносишь его. Нет, пускай он скажет. Он не может сказать, не воскресал, не восстановил порядок, ничего нету. То есть обманщик, что он, он должен показать вам, не я буду говорить. Здесь точно та же история. Он сказал ученикам, идите сами спросите, что он ответит. А вы смотрите, что я делаю, хоть один делал на земле такое. Нищие только знали просить, а тут почти давать всему миру. Люди просили один день на земле прожить, а они дают вечную жизнь. Жизнь проповедует о Христе Спасителе. Нищие благовествуют. Не говоря, что мертвый воскресает, перечисляет. Это было не Иоанново решение, а Христово. И Бог так положил ему на сердце, чтобы сами ученики пошли, убедились, он тот. Иоанн ни грамма не сомневался. Это не трость, колеблемая ветром. Христос говорит, вы ходили кого смотреть? Одевающие пышные одежды? Это не трость, колеблемая ветром. Он стоит, как монумент. Вот весь ответ. К нему уже можно не возвращаться. Вот у Луки, у Иоанна, вернее, это у Матвея. Это не Иоанна, это Матвей, да? А вот у Луки, значит, написано, что Иоанн послался, то есть инициатива была Иоанна, самого Иоанна. Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал, да, к Иисусу. Ну, с какой целью, вопрос? С какой целью послал? Мы отвечаем. С какой-то целью он послал. Получается, инициатива-то его, он призвал и послал, это его инициатива. Он сидел и размышлял, наверное, в темнице, да? А у Матвея, получается, что тут, да, тут как бы, Иоанн услышал в темнице, послал двоих. То же самое, в принципе. Я не знаю, можно и так, как вы там формулируете, но конкретно, если это, то дословно. Это действие. Он послал, это действие, какие он совершил. Призвал и послал. Мы же говорим о мотиве, с какой он это сделал. Вы говорите, мотив такой, что он сам стал сомневаться. Мы говорим, нет, мотив у него такой. Мотив, он убедил своих учеников, которые еще были, за ним ходили. Уже Христос ходит, а он в темнице, а они все за ним ходят. Он их послал туда к ним, чтобы они непосредственно за ним и пошли. От него узнали лично это. Ну, а зачем узнавать, если уже процесс, как говорится, инкарнации, вы, инкарнации говорили. Объявление было, что самим Иоанном он объявил все, что этот человек, вот он, голод на него снизошел. Все, короче, вот следуйте за ним. Тут все ясно уже. Как такое могло произойти? Вот дальше, да, если читать непосредственно у Матфея, 11 глава, 7 стих. Иисус и говорит, вот вы и говорите, то есть Иоанн стал колебаться, а Иисус на это отвечает конкретно. Он это все провиди наперед, он говорит, что, говорит, смотреть ходили вы в пустыню. Иоанн был в пустыне. Трость ли ветром колеблемую? То есть это не тот человек, который будет колебаться по поводу этого. Что смотреть ходили вы? Человек или одеться в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды, находятся в чертогих царствиях. Что же смотреть ходили вы? Пророка, да, говорю вам, и больше пророка. То есть он не мог ошибаться по поводу этого. То есть его не колебалось. Именно из-за этого вопрос о том, что он колебаться стал, сразу отпадает. Он не колебался. И послал, соответственно, своих учеников именно с той целью, чтобы именно их убедить. Сам он был в этом убежден, понятное дело. И это Иисус сам подтвердил из этих слов. Он говорит, это не трость, которая колеблется просто так. Так, зачем же он говорит, идите скажите Иоанну, да-да-да, да? Он же посылает их к Иоанну обратно. Не им просто объясняет? Конечно. Ну, значит, он говорит, идите ему скажите. Значит, он именно, как бы, не только им, но ему нужно донести до Иоанна, чтобы он не донесли. Если это Иоанн, для Иоанна это не вопрос, не от него исходил бы, то, конечно же, он бы не сказал, идите и скажите. Вот. А он их отсылает обратно к Иоанну, идите и скажите. Получается так же? Все верно. Он получает, он, как Иоанн, послал, и он обратно их посылает к Иоанну. То есть, и говорит причину. То есть, все. Ему скажите. Но получили информацию, то они. Все правильно. Информацию, то они. Все, они на этом остались. Хорошо, ладно. И вот, значит, он им говорит в конце, значит, блажен, перечисляет свои, как говорится, чудеса, да, что он делает, а мертвый воскрешает, нищего. И блажен, кто не соблазнится обо мне, да, о мне. Что значит вот это? Блажен, кто не соблазнится обо мне, да. Вот как раз, это как раз вот к вопросу, заданному вопросу, да, значит, он как бы фиксирует в конце вот такую формулировку. Блажен, кто не соблазнится обо мне. Значит, тот, кто понимает, понял. Я понял. Соблазнится, то есть засомневается. Блажен, кто не засомневается, что это спаситель. Поэтому, когда в Эмаус Господь встретил двух учеников, идущих, у евангелиста Луки говорится. И они говорят, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь, что здесь было. А мы думали, что это тот, который придет. Думали. То есть они засомневались. И когда Иисус пришел, воскресший, говорит, и что упрекал их за неверие. Они потеряли от страха все. А мы думали, он сейчас восстановит царство, мы слева-справа министрами будем. А получилось наоборот. Получилось, что он распятый, ученики рассеялись. Вот и все. Мы должны как-то потестить. Да. Не сомневайтесь. Я уверен. Они ожидали того пророка, вот из того пророчества. Да, да, да. Они засомневались. Пали в сомнение. Но Иоанн же его крестил. Нет, это ученики, ученики. Они не думали, что время ты, Господи, воцаряешься в Иерусалиме. Они непрерывно спрашивали об этом. А он говорит, не знаете, не знаете. Вопрос двойной и двойной ответ получился. А может быть так, что он вот с этими словами, смотрите, блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть, чтобы они его восприняли, он, почему я имею в виду, потому что он как бы перед этим перечисляет свои чудеса, да, что он делает. Слухи, прозревая. И тут же потом дополняет, после этого он именно дополняет, что смотрите, не соблазнитесь обо мне, да? Да. То есть, указывая на эти свои способности, он подчеркивает, что чтобы вот эти чудеса, которые я творю, чтобы они не соблазнили вас обо мне, да, чтобы вы меня правильно восприняли, несмотря на то, что я делаю вот это, чтобы вы меня правильно восприняли, да? Нет, речь шла о воскресении из мертвых. Евреи почти ничего не знали о воскресении из мертвых, хотя видели. И он говорит, когда увидите меня распинаемого, немощного, чтобы вы не соблазнились и не засомневались, что я именно тот, я и пришел, чтобы умереть за грехи людей. Именно соблазн. Он почему говорил, до этого неоднократно говорил, скрывайте это до времени, до времени, до времени его воскресения. Они же считали, что он бессмертный, он не умрет, а оказалось, все разрушено. И вот уже три дня, как все случилось, они шли, и он начал их доказывать, им доказывать, по Писанию, по Торе, по Псалтыре. 23 глава Евангелия от Луки написана. И вдруг он сделался для них невидимый при ломлении хлеба, и теперь они побежали в Иерусалим, говорит другим. Они же все были растяяны и буквально потеряли всякую веру в воскресении из мертвых. Даже ученики не верили, написано. И упрекал их за неверие. Ну это же событие было до его, как бы, с точки зрения вашего... Абдул-Вали, я понял ваш вопрос, понял. Смотрите, все правильно говорит. Он говорит, перечисляет чудеса все, да, которые говорят, чудеса. Эти чудеса создадут в людях, они будут его боготворить, то есть они будут непосредственно его царем. И соблазняться они, когда они его распнут. Он про это говорит, не соблазнитесь обо мне, когда меня распнут. То есть они увидят его власть, то, что он там делает чудеса, воскрешает. А когда его распнут, соблазнятся. И вот он об этом и сказал. То есть ученики его соблазнились. Они сказали, а мы думали, это тот, он такие чудеса делал. И он их упрекал, вышел за неверие. То есть они соблазнились о нем. Вот об этом и речь, все правильно. Ну я не понял. Мне кажется, он наоборот говорит. Несмотря на то, что вы видите, что я творю, смотрите, не соблазнитесь обо мне в том виде. Потому что наверняка его, он понимал, что они его воспримут как, ну я извиняюсь, чтобы вам не обидно было. Как Бога, да, что они могут его воспринять как Бога. Ну не в том виде. Он уже тогда понимал, что как они его хотят воспринять. Да, некоторые, мы же сами иудеи. Мне как вас называть? Скажите по-русски, по буквам. Абдул-Вали. Мне, видимо... Абдул-Вали. Абдул-Вали? Да, Вали. Я вот хочу вам сказать, Абдул-Вали. У нас ведь писание-то мы не толкуем сами. И написано, одни в Бог избавил апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. И учителя церкви все истолковали. Здесь сомнение было в воскресенье из мертвых, что он такой немощный оказался, себя не мог защитить. А вы говорите, он там что-то сделает. Только об этом. Наш разум не может сам здесь толковать никак. А может так, нет. У нас сомнений никакого нет. Святые отцы истолковали все, и так стоит 2000 лет это толкование. Чтобы мы не блуждали умом. Я согласен. На то она вера. Вера есть вера. Это понятно. Это категория такая, по большому счету ее трудно. Трудно определить, как она возникает и почему. Но мы сейчас говорим, я именно говорю, здесь конкретные, прямые тексты, вполне понятные тексты. Так что здесь как бы, я думаю, никакой двусмыслицы нет. Задан вопрос, прямой вопрос. Он и отвечает по прямому. Как мне кажется. Я не думаю, что здесь по-другому можно понять. Понять так, что он говорит о делах, которые возвышают его. И вдруг он немощный. И тогда люди засомневались и отступили в логию. Вот в чем дело. Именно так понимается. Игнатий, извините, но он не говорит о своей немощности здесь. Наоборот, он здесь говорит о своих, перечисляет свои, то, что он делает. Чудеса, те самые чудеса, о которых многих вводят какие-то сомнения. Нет, не так, обдумали. Здесь определенно и четко, что случилось. Вот там они видели его, высоким таким. И не сомневайтесь, придет время, вы увидите меня распинаемым. Смысл только один. И там вы не сомневайтесь, я именно тот. Я пришел умереть. И когда Петр стал противодействовать ему, они не понимали. Да не будет с тобой, он говорит, отойди от меня, сатана. Только сейчас сказал, ты один из верховных, на всем камнях сожжешь в церковь. И сразу же говорит, отойди, сатана. Сатаной назвал Петра Верховного, апостола. А почему? Потому что они не хотели слышать о страдании. И он говорит, сыну человеческому должен быть преданным, оклеветанным, оплеванным. 53-я глава пророка Исаии полностью ляжет на него. Тут не надо даже больше ничего спрашивать. Речь шла о том, возвышенный моими делами, Богом Отцом, теперь я как бы покинут. И он молится, отец мой, зачем ты оставил меня? То есть полная покинутость как бы. И ученики разбежались. Петр отрекся трижды. Так не только Петр отрекся. Я же говорю, и Иоанн засомневался. Как? Я не сомневался. Нет, нет, только Петр. Как нет, если сам Иоанн посылает, от себя посылает? Ну ладно. Мы говорили об этом. Святые отцы так истолковали. Мы не будем никуда идти никаким. Это мы напрасно. Я дополню по тому вопросу. Мы же вам даем ответ такой, чтобы следующее место Писания вы нигде не противоречило. Вы слово соблазнительность, если наберете, вы увидите, что всегда слово соблазнились во всех местах Писания дали понимать только в том смысле, как мы говорим. То есть, которые от него отходили как раз таки. Не в том смысле, как вы соблазнились, наоборот, его возвышали. То есть, вы говорите, что соблазниться, значит, его возвысить. Нет. Ни одно место Писания, ни одно место, которое дальше идет, все соблазнялись, отходили от него, наоборот. Отходили. И написано, и соблазнились о нем, отошли от него многие. Написано. Он когда сказал о своем теле и крови, написано, соблазнились и отошли. То есть, как раз таки, наоборот, происходит отход от него. И здесь в том же самом смысле. То есть никак нельзя вырвать из всего контекста писания и сказать, а вот именно тут оно будет в высшую степень. Нет. Мы толкуем писать, как истолковали, чтобы ни одно место другу не противоречило. И все, мы вам сказали правильный ответ. Вопрос закрыт, идем дальше. Ну, в принципе, я хотел вот этот вопрос пока разобрать. У меня, чтобы не перепрыгивать никуда. Ну, в контексте всех пророчеств, мы с тобой как бы разбирали уже все эти пророчества. В контексте всех пророчеств, конечно, есть много вопросов по поводу пророчеств. Восходят ли они к Иисусу вопрос? Это другой вопрос. Ну, у вас это вопрос такой. У нас нет такого вопроса. Есть к Иисусу, которые возносят. У других есть, которые не к Иисусу. К Иисусу около, насчитывается до 500, люди говорят, насчитывают пророчеств. И более 100 точных, прям в точности. А не к Иисусу это кому еще, если не к Иисусу? О временах, бывает. О временах, то есть, которые касаются Ильи пророка, которые касаются и Иоанна Крестителя, не к Иисусу. Но, не знаю, мне кажется, честно говоря, я не удовлетворен этим ответом по поводу заданного это самое. Все-таки, мне кажется, то, что Иоанн засомневался, это факт. И то, что Иисус им объяснил, что я не тот, который... Они, да, они ожидали пророка царя, который возглавит, поднимет Израиль на борьбу. Вот в таком плане, да, они такого ожидали. Но видя, что он, он сам перечисляет, вот я делаю вот это, вот это, вот это. То есть, не то, что вы ожидали, да, я делаю. Не то, что вы ожидали, но смотрите, не соблазнитесь обо мне в плане того, что я не тот, да, за которого вы ждали, как царя, как этого. Он же потом и Пилату сказал вопрос царя. Что если царя делали, так что ли? Все задавали это вопрос. Вот, то есть, он не претендовал на это. Он занимался совсем другой мессией, да, у него другая мессия была. Поэтому, как бы, сомнения остались, именно в том плане, да, они сохранились, несмотря на то, что Иоанн его крестил, Иоанн объявил его, да, как помазанника, там, все это, знамение было. Но, несмотря на это, вопросы остались у всех. И в том числе оказалось, и Иоанна тоже вдруг осталось. Вот странно, вот это... Все, следующий какой-то вопрос есть? Я думаю, пока мы, наверное, не будем перепрыгивать, чтобы ролик не делать длинным, да, как-то у нас вы записываете, раз вы записываете, я не... Ну, пока можно, задавайте. Пока есть время, задавайте вопрос еще. У меня, у меня вопрос насчет, допустим... Давайте мы лучше отложим, ладно, потом я задам еще вопросы, найду вопрос. И задам. Ну, тогда все? Да, наверное, давайте закончим, давайте. И удлинять все. Тут нужно сказать, что слова Христа многие не понимали, когда он говорил о чем. Они показывают, вот смотри, какие камни, вкладыши, там, драгоценности в храме. Христос сразу говорит, камня на камне не останется. Идет Иоанн. Иоанн, Петр услышал, иди за мной, обернулся, они друзья были, Иоанн идет. А он что? А Иисус говорит, что тебе-то того, если я хочу, чтобы он прибыл, доколе я приду. И пронеслась молва среди учеников, что он не умрет. А дальше Иоанн говорит, но Господь не сказал, что не умрет. То есть, в то время так же с вами были мысли другие. Был один человек, который сказал, я отвечаю за свои слова, а не за то, как ты их понял. Это очень важный момент. Так, две тысячи лет прошло от Христа, и по-другому, святые отцы никогда не понимали эти места. Мы ответили на них. И поэтому, если вы хотите узнать, другого ответа не будет. Потому что зря время тратить, не будет другого. Его нету. Я просто, я понимаю, что у вас как бы своя... Да, мы православные, сектанты могут, сколько голов, столько умов. У нас так не бывает. Четко и ясно, святые отцы истолковали. Это патрология менее. Вот у нас трехтомник. Да, я согласен. У вас есть догмат, под которую вы как бы... Да, да, да. И все тратование у вас... Вы-то как-то так учитывайте, что время не терять. Вопросы хорошие стали... Я по этому говорю, мы можем на этом закончить. Я, короче, вот тему одну взял и хотел разобрать. Хорошо. Сегодня только хватит. Мы вас благодарим. Вас благодарим за хорошие вопросы. Да, спасибо, Христос. За хорошую... Когда вы будете, вопросы новые подготовьте. Вы напишите. И тоже по времени договоримся. И выйдем, и разберем. Хорошо. Хорошо. Все. Спасибо. Все. С Богом. Всего доброго. До свидания. С миром. С миром.